Здравствуйте, сторонники здорового образа жизни. У меня к некоторым настоятельная просьба. Прежде чем задавать подобные вопросы... А что это вы здесь делаете? А? И уподобляться герою этого эпичного фильма, пожалуйста, просмотрите мои ролики по теме вихревой медицины. Там уже на 99% все есть. Я же не могу в каждом ролике повторять одно и то же по 100 раз. Спасибо. Радиус действия у него больше 2 метров. У него даже био больше метра. А вот так оно нам всю комнату заполняет. Я вот чувствую, я там стою, я чувствую, как он работает. И вот эти цветы тоже. Было бы интересно, как они отреагируют на это все. Это мы сколько? Минут 15, да? Уже. У меня был там ролик на канале, где полив у меня был, вместо полива. Я продержал цветок, который долгое время, ну, без воды был. Он уже начал сянуть. То есть уже все, вот уже стручиваться начало сянуть. Ну, вот я еще думаю, тоже там ребят пытаюсь подзудить, чтобы вот тоже вот трубку провести, только не полностью насквозь, а вот сюда здесь вывести, сюда опять завести и вот опять вывести. И вот, вот, вот так заезжать, да. Ну, и сделать еще, если еще, знаешь, как его делать, то спать. Ну, это другое уже, это другое. А именно вот таким, то есть через внутреннюю часть. Так, все, сейчас замеряем тебя. На этот раз рассмотрим еще один вид посоха. Конструкция, как я и говорил, похожая будет на эту. Только более стационарно. Это более разборно, это менее. Ну, тоже можно разбирать, по крайней мере, здесь вот. И подставку. Подставки я тоже подобрал нормальные. Значит, чем отличается этот посох от этого посоха? Я уже те размеры рассказал, как разбирается. Все это я уже показал, рассказал и показал, как. И что происходит. Сейчас он подключен к обычному генератору, где-то 0,5 вольта. Пик-пик. Все это уже сделано, уже готово. Оформлено. То есть, закрыто пленкой. Здесь бандажи. Закрытые. И светодиоды уже стоят. Правда, если здесь было легко вставить светодиод, конечно, еще. То туда я уже в бандаж его замуровал. Но это не имеет значения. Теперь вот. Это как с обычным. Значит, разница между ними какая? Соотношение размеров. В том я уже говорил в прошлом выпуске. Здесь же такая система. Здесь ровно длина волны водорода. Здесь по две волны водорода. И получается максимум от начала до конца пять волны водорода. Естественно, особых изменений это не дает ничего. Но есть свои особенности. Ну, вот, к примеру, то же самое, как и в прошлом было. Это вот на обычном генераторе повторяю. Если хотите повысить чувствительность именно такого датчика в статике, можно вот так сделать. Берем фольгу. Просто накручиваем и получаем чувствительность в раза три больше. Как видите, горит больше, чем три раза. Так, значит, особенность еще такая. Вот, я еще повытаскивал свои модификации датчиков. Значит, вот такой датчик. Если помните, здесь была спираль. И здесь спираль. А между ними два светодиода. И тоже, видите, на каком расстоянии оно работает. То есть, это обычный генератор. Обычно у тех, кто делает, вот, и те модификации первые, надо вплотную подводить индикаторы, чтобы они хоть что-то показали. А тут видите, на каком расстоянии показывают. Это вот просто проволочная спираль. Тоже проволочная спираль. И здесь дополнительно, чтобы можно было немножко пальцем касаться. Для дополнительной чувствительности. Тоже вариант вот такой, вот, похоже на посох, но это... Правда, там неонка, она такая малочувствительная, зеленая. Поэтому не сильно она чувствительная. Но, тем не менее, вариант. Если сюда неонку обычную поставить, красную, то чувствительность повысится. Теперь вот еще что. Значит, вот лампочка. Она уже обычно на таких вот, уже ее фактически невозможно зажечь. Вот, но здесь есть особенность. Когда быстро двинуть или даже ударить лампочкой вот здесь, то она может загореться. И вот тут ведь главная проблема в чем в этих лампах огненного света? Именно ее зажечь. Потом, когда она горит, уже ее можно и более отставлять подальше. Вот такая интересная особенность. Но именно в таком случае она может загореться. Вот на том уже вот такое зажечь нельзя в обычном генераторе, потому что там расстояние больше, чем одна длина волны. Здесь же как раз попадает на лампу в конце. И она еще... И она еще может вот так загореться. Но это не значит, что тут хуже или как-то еще. Просто вот есть свои особенности, вот есть свои особенности. А так, в принципе, по мощности они одинаковые. Немножко пользы не разные. Это можно разобрать и положить какой-то чемоданчик, а это больше стационарное. Теперь переключаю на более мощный генератор. Значит, если тот предыдущий был, как обычный, где-то 0,5, ну максимум 0,55 вольта, то здесь я уже сделал замеры. Оказывается, на этих посохах то, что у меня было 1,2 и 1,3 вольта на генераторе с увеличенной мощностью, тут оказалось 1,6 и 1,7 вольта. Как ни странно. То есть сам генератор дает больше мощности на эти посохи. Вот интересные узелки образуются здесь. И затухающие, вот видно. Ну, еще покажу тут некоторые особенности. Как видите, разницы особой нет. то, что 1,2,3 лампы. На мощном генераторе, конечно, все зажигается значительно легче, проще. Как ни как здесь мощность такая, что сшибает с ног. Я так думаю, что если уже больше 2 вольт сюда подавать, то, наверное, это уже будет и опасно. Еще что можно сказать, что сами посохи, вот концы метр пятьдесят пять, так и есть, как здесь, так и здесь, конечная. Но разница только в длине самих излучателей и расстоянии между ними. Ну, тут, правда, тор расположен, как я говорил, здесь. А здесь он, конечно, по центру, вот в этой колбе. Очень хорошо разместился прямо, как надо. И здесь он горизонтально. Тут он вертикально, яйцом. А здесь он горизонтально, как обычно. Еще можно посмотреть на каком-то расстоянии. А здесь он горизонтально. Еще глянем поблизости. Вот так. Вот так. Как я вам уже показал на примере действующего вот этого посоха, я его разобрал для вас. Это стационарный вариант, который особо мобильно не повозишь, потому что тут примерно труба метровая, ну плюс еще вот 5 сантиметров выход. Смотрим, как она у меня собрана. Вот, к примеру, верхняя часть. Примерно так же, как и прошлый посох, только здесь две волны, то есть 422 миллиметра от конца до конца. Ну, это сейчас тут скрыто под бандажом термокембрик, конечно. Тут тоже самое. Выход вот, если хорошо присмотреться, видно. Сам провод. Вот, и вот он. Ну, я тут еще его каплей закрепил термоклея, чтобы не выскочил отсюда. Так что особенностей тут нету, как и было. То же самое и в этом. Тоже. Так же применяется термоклей. Тоже бандаж. Выход. Но с другой стороны, как я уже сказал, так как здесь сложно отсюда светодиод изнутри поставить, поэтому ставил снаружи. Соответственно, надо еще меньше. Сами вот эти вот площадочки фольги. Прокладочку обязательно надо между той фольгой и этой, чтобы они не коротили. Ну, и вот светодиод. Вот, и вот тут вот полоска фольги противоположная. И, конечно, вот обязательно. Ну, и еще и пленочка, естественно, закрыта. Несколько слоев. Самое главное, это вот эта часть. Это обычное колено, как я уже показывал в прошлый раз. Которое применяется в конденсационных трубах. Так что ничего здесь удивительного нет. Но вот оно хорошо вставляется вот здесь. Вот можно посмотреть вот тор. Он уже лежит вот так, как обычно. То же самое и здесь. Естественно, выходы. Тоже термоклей. Выход с трубочкой. В общем, все как обычно. Как и делал. Такой же тор применяется, трефилляр. И вот такие подставки я нашел. Это тоже. Типа сделанные для канализационных труб, как отстойники. Вот вариант отстойников. Ну, оно очень хорошо. Теперь вставляется очень хорошо сюда. И делается довольно крепко. И вот этот. С побочной стороной. Вот вставляем. Вытаскиваем. Все. Можно и этот применить. Можно и этот применить. Где повыше, где пониже. Ну, вот. Что я говорил в прошлый раз. Что желательно было бы. У меня мысли есть. Что вообще вовнутрь. Вот. Эти излучатели вставить. Значит, вот нашел такой вариант. К примеру, показываю. Вот у нас теплоизоляция. На трубы, сами знаете, есть такая. Вот это вот как раз. Сорок. Почти 43 миллиметра. Примерно. И так как у нас внутренняя... Да, еще вот. Почти 44 внутренняя. В общем, где-то больше миллиметра у нас есть здесь люфта. И вот если посмотрим, оно вполне более-менее заходит. И если фольгу сюда намотать, то берем вот длинную трубу какую-то. Например, полтора метра или два. Ну, полтора я не нашел и два не нашел, в общем-то пока. Ну, если обычные серые трубы, а не белые, то такие на два метра есть. И прямо туда все можно вставить. То есть вот на эти колбаски накручивать одно, потом вторую часть. Между ними располагать тор. Тор, значит, располагается, вот он сжимается и сюда вставляется. Единственный механизм отработать, как в длинную двухметровую трубу вставить вот эту всю конструкцию. И все, и у вас будет просто полутора метровая, например, труба. Ну, или метр двадцать, метр тридцать. Примерно. Вот такой вариант. Вот тоже продумываю. И еще собираюсь. Нашел трубы восьмидесятки. Есть и сотки. На сотки пока замного. Вот восьмидесятки. И на них буду пробовать еще. Насколько эффективно получится. И теперь по размерам. Еще раз пройдусь. Именно по этим. Значит, получается при том, если это все вставить, составить. Соединять не буду. Вот он плотненько. Еще хорошо этот переходник тем, перед вот этим. Если здесь есть упор, то здесь упора нет. И надо, когда вставляешь вот эту нижнюю часть, надо метку ставить, чтобы оно точно совпало. Здесь же этого не надо. И здесь есть упор, и с этой стороны есть упор. Поэтому вставляем и с этой стороны до упора, и все. И вот если размер мы высчитали, значит, он так и останется. Значит, получается между двумя излучателями, как я уже говорил, 211. То есть, одна длина волны. Длина излучателей от края до края, две длины волны, 422. И полная длина от конца ленты до ленты, метр 0,55. То есть, 1055. Сама длина ленты, мною было выбрано, 897 миллиметров. Сама длина ленты. Ну, труба 50, и ширина ленты 50. Вот такие размеры. Можете пробовать. Значит, как вы, может, заметили, я вот показывал в конце на кварцевой лампе, что вот когда двигаешь лампу по излучателям, возникают узлы. Это вот как раз тот момент, когда совпадает одна длина волны вот эта, и две длины вот этих. И посередине возникает узел. Понятно почему. Но это не совсем тот резонанс, который обычно в радиотехнике и радиоизлучении. Но вот именно, что самое интересное, что именно на 211 возник резонанс по этим узлам. Я еще и на других лампах это проверял, тоже это замечал, этот узел. То есть, на самом деле, вот идет совпадение. Тогда, когда я другие посохи разрабатывал, рассчитывал размеры, я делал специально, чтобы не совпадали вот эти вот размеры. И не было вот этих узлов. Теперь я сделал именно с таким вариантом. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Получается, что здесь излучение уже идет восьмеркой. Так, как и на противоположной стороне. То, что тоже оно должно давать дополнительные завихрения. Посмотрим, как это будет лучше, хуже, и какой из этого эффект получится. Ну, все будем смотреть, экспериментировать. Факт то, что если не хотите, чтобы у вас были вот такие восьмерки, и завихрения, стоячие волны, будем так говорить грубо, ну, это, конечно, не стоячие волны. Вот, то делайте, рассчитывайте так, чтобы не совпадали размеры. Как я вам говорил, кратное, нечетное должно быть. Но, общая длина, опять же, пятерка, нечетную в итоге получается. То есть, тут экспериментируем, смотрим, проверяем. Все варианты. Ну, а теперь все. Вам счастливо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok